Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Карен Хачанов удивил Наваг Джоковича, завоевав титул парижского мастерства. Лидеры Армении и Арцаха обсуждали вопросы армии обороны НКР. Выставка «Американская помощь Армении» в 1918-1920 годы открылась в столице Арцаха. Россия, Индия и Иран создают свой шелковый путь. Армянский хачкар – 1599 года порог Курцкого дома Самвел Карапетян. При раскопках в Хатусе обнаружили кувшины трехтысячелетней давности. Гора Арарат облачилась в белое. Карен Абгарович Хачанов – российский профессиональный теннисист армянского происхождения, мастер спорта России, победитель четырех турниров АТР в одиночном разряде, призер юношеской олимпиады 2014 года в парном разряде. Карен Хачанов начал играть в теннис в возрасте трех лет в детском саду. Его отец Абгар играл в волейбол на высоком уровне, а позже занялся медициной. Мать Наталья тоже изучала медицину. У Карена есть сестра Маргарита и брат Георгий, женат с апреля 2016 года. На турнире АТР Тура в Окленде, Новая Зеландия Карен дошел до четвертьфинала, где уступил в двух сетах аргентинцу Хуану Мартину Дель Поттера. В первом круге Хачанов одолел японца Юити Сугиту, а во втором круге был обыгран уругваяц Пабло Куэвас со счетом 6-2, 7-5. В начале февраля Карен принял участие на открытом чемпионате Южной Франции, где дошел до четвертьфинала, уступив первому сеянному Давиду Гофену из Бельгии. В конце октября, начале ноября Карен принял участие в парижском турнире серии «Мастерс», где поочередно, выбив из турнира Филиппа Крайневича, Мэтью Эбдена, Джона Изнера, Александра Зверева и Доминика Тима вышел в финал. В финале в двух сетах обыграл вторую ракетку мира Новака Джоковича со счетом 7-5, 6-4 и, проиграв за турнир лишь один сет, Изнеру завоевал четвертый титул АТР. Это первая победа Хачанова в турнире серии «Мастерс». Президент Западной Армении Армена Кабрамян поздравляет Карена Хачанова и заявляет, что Западная Армения гордится победами нового поколения. Президент Арцаха Бакоса Акян встретился в Степанакерте с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армении Николом Пашиняном. Как сообщает пресс-служба, президент Арцаха был обсужден широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских республик. Обе стороны подчеркнули важность укрепления внутриармянских связей и углубления взаимодействия Арцаха и Армении по различным направлениям. По инициативе Арцахского филиала Ассоциации молодых христиан и Армянского конгресса Америки Степанакерте состоялось открытие выставки «Американская помощь» Первой Армянской Республики 1918 по 1920 годы. Как сообщает Арцах пресс, на выставке экспонированы свидетельства зверств, которые чинились в 1915 году в Западной Армении на территории Турции и в Восточной Армении, прибывшие под протекторатом Российской империи. Как выяснилось, американцы Джон Элдер и Джеймс Эрол с целью открыть филиал в Армении прибыли сюда в 1918 году. Им удалось спасти десятки тысяч сирот из Западной Армении, помочь сотням людей создать рабочие места. Армянское правительство сочло их героями и лучшими друзьями армянского народа. Выставка была организована ранее и в Ереване. На открытии Степанакерской экспозиции присутствовали спикер парламента Арцаха Ашот Гулян, министр иностранных дел Маси Смаэлян, министр культуры Лерник Ованисян и другие. Армянский телеканал Пресс-ТВ выступил с сенсационной новостью. В ноябре Россия, Индия и Иран обсудят запуск международного транспортного коридора север-юг, протяженность которого составит 7,2 тысячи километров. Товары будут идти из Индии, порт Мумбай, в иранский город Бендер-Аббас, на побережье Персидского залива, затем в Бендер-Энзели, на побережье Каспийского моря. Оттуда пойдут по морю в Астрахань и далее по железной дороге в Европу. Сенсация в том, замечает японская газета Нихан Кейдзай, что в 2002 году, когда появилась эта идея и было достигнуто соглашение о создании коридора России-Индии, ее поддержал в первую очередь Азербайджан. И в 2005 году Баку присоединился к этому проекту. Но до недавнего времени больше говорилось о подготовке к эксплуатации новой железнодорожной линии Решт-Астара-Иран-Астара-Азербайджан, которая является последним недостающим звеном прямого железнодорожного маршрута по западной ветве коридора Север-Юг. Проводилось его и тестирование, однако Пресс-ТВ об Азербайджане не упоминает вообще. Похоже, что задействован первый вариант транскаспийского маршрута с использованием российских морских портов Астрахань, Оля, Махачкала и портов Ирана Бендер-Энцели, Ноушехр и Бендер-Амирабад. И отодвинут в сторону второй предполагающий прямое железнодорожное сообщение через пограничные переходы Самур-Россия-Ялама-Азербайджан с дальнейшим выходом на железнодорожную сеть Ирана через пограничный переход Астара-Азербайджан-Астара-Иран. Есть следующие важные нюансы. Во-первых, коридор Индия-Иран-Россия обходится Кавказской Республики. Во-вторых, предполагаемый маршрут доставки грузов в Европу минует Турцию. В-третьих, появляется реальная альтернатива не только китайскому проекту «Один пояс, один путь», но и традиционным маршрутам по этому направлению – Суэцкий канал, Черноморские проливы Турции, Суэцкий канал, порты бывшей Югославии, Суэцкий канал, Гибралтарский пролив, порты Бельгии или Голландии. Наконец, речь идет не только об экономических, прежде всего транзитных доходах, но и демонстрации геополитических преимуществ данного коридора для Индии, России и Ирана. В переводе Босфора – дарданельского грузового транзита на новый коридор с участием прежде всего Тегерана, который по совокупности параметров – Персидский залив Каспий – превращается чуть ли не в главный морской сухопутный коридор из Азии в Европу. А Россия – надежный транзит для центральной и северо-западной Европы – Германии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, регионы Скандинавии и Балтийского моря. Реализация подобного гигантского проекта откроет новые горизонты в мировой геополитике, внесет серьезные изменения в глобальную экономику, в первую очередь ее транспортную инфраструктуру. По оценке экспертов может быть создан замкнутый геополитический треугольник ЕС, Россия, Иран с выходом на Индийский океан, минуя Средиземное море и путь вокруг Африки, а также многосторонний транспортный сегмент ЕС-РФ, ответвление на Иран и Южную Азию, Дальний Восток и до Китая и Кореи. То есть Москва и Тегеран стали бы самым коротким и дешевым транзитным путем из Европы в Южную и Юго-Восточную Азию. Но прежде всего, такой маршрут может стать транспортной осью Российско-Иранского Союза и структурообразующим фундаментом для экономики целого ряда других регионов. Самвел Карапетян написал на своей странице в Facebook, «Когда вы убегаете и думаете, что можно жить без чести, последний появляется на пороге курдских домов». Хачкар 1599 года в деревне Сузантов в провинции Спаркерт. Раскопки в Хатусе, начатые с 1906 года, продолжаются до настоящего времени. Археологи с большим интересом и ответственностью ведут раскопки в столице хетского государства Хатуса, которая включена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Член археологической экспедиции из Чашнер заявляет, что найденные предметы древности перевезены в лабораторию. Во время раскопок был обнаружен полный склад с кувшинами для хранения. В кувшинах были найдены остатки жидкости и бактерий. Очищая кувшин, мы сможем оценить остатки сожженной пшеницы. И так у нас будет возможность увидеть, что мы ели в то время», – сказал он. Самая высокая вершина Западной Армении – гора Арарат, которую сотни туристов посещают каждый год, очаровала всех своим осенним и зимним видом. Директор туристической компании Абдурахман Зерер отмечает, что регион находится в центре внимания туристов во все времена года со своими природными красотами и историческими структурами. «Район прекрасен во все времена года, но осенние цвета придают непревзойденную красоту ей», – сказал он. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Тамзара в исполнении Каратарелев, кроме несущего времени. А посмотрите! Субтитры сделал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!